Девушки отдыхают Что ж, тому, кто с ним разберется, 7 тысяч рублей я предлагаю прямо сейчас. Программа идет в прямом эфире, и сюда вы можете позвонить, при условии, что у вас получится некая версия. Оказывайтесь, здесь номер для телефонного звонка написан у вас на экране. Вот тут вот. Это те самые пять цифр, которые вы здесь и наблюдаете. 08258, по сути, только они отделяют вас от появления вот тут вот. Звонить можно только с мобильного телефона, только взрослым людям можно сюда звонить. То есть вам уже должно быть 18 лет для участия в моем шоу. И также надо, чтобы вы находились на территории России, потому что и с другой стороны позвонить вы мне не сможете. Вот такие условия для участия. Более подробную информацию вы можете найти в бегущей строке. Правила задания. Каковы же они? Перед вами набор из букв. Я думаю, это видно, это очевидно, что перед нами буквы, и они перемешаны. То есть изначально было слово какое-то. Компьютер на буквы его разбил отдельной, буквы перепутал, перемешал, получилась вот подобная неразбериха. И нужно все расставить по местам. То есть вернуть буквы назад, то место, где они находились, расположить их в правильном порядке. Чтобы в результате у вас получилось некое слово такое вот, совсем простое, обыкновенное, кстати, хочется сказать. И вот это слово называйте программе. Как здесь появиться, я уже рассказала. Так что давайте сейчас для начала справляемся с заданием. Посмотрите повнимательнее на этот самый ассортимент. И подумайте, в каком порядке буквы должны располагаться. В общем-то, есть единственное условие, единственное правило, такой вот момент, нельзя удваивать буквы. То есть если вы видите букву на экране, и она одна, вы можете ее использовать, но только один раз. Если буквы две, скажем, одна и та же буква два раза находится в задании, вот сейчас это буква, видите, их две, то вот такую букву вы, конечно же, два раза можете использовать. А если буква одна, удваивать ее нельзя. Это, в общем-то, все, что касается правил моего задания. Так вот, располагайте буквы в правильном порядке, в котором вы считаете нужным. И действуйте. Нужно не только справиться с моим заданием. Для того, чтобы стать богаче, нужно еще появиться в эфире и доложить мне о полученных результатах. Мне нужно с вами лично здесь пообщаться, чтобы я смогла вас вознаградить. Есть только один способ это сделать – позвонить сюда в прямой эфир. Если у вас есть мобильный телефон, вы взрослый, серьезный, ответственный человек, то все остальное уже не имеет никакого значения. Вы можете стать моим героем в любой момент программы. Вы можете здесь появиться. И кто-то появился в эфире. Здравствуйте. Что сложили? Это слово «рама». Спасибо, но нет. Ваш вариант действительно составляется. Это возможная версия. Она получается… Можно это слово составить, но оно не то. Не то, что нужно мне здесь услышать. Непобедный вариант. Увы, не совпадает. Непобедная версия. Так что складывайте какое-то другое слово. Ну, отлично. Мне нравится, что уже начали думать, уже начали стараться. Уже начинаются какие-то версии. Прекрасно. Дело сдвигается постепенно с мертвой точки. Как говорится, лед тронулся. И мы таким образом обязательно к чему-то придем. Кому-то удастся составить победный вариант ответа. Кто-то справится с этим заданием точно. И кто-то обязательно будет здесь героем. Кто решать вам? Я просто-напросто жду. Я сделала вам предложение, которое вы можете пользоваться, Которым можете, конечно же, не пользоваться. Решать вам. Выбирайте сами. Какую позицию вы предпочитаете занимать? Позицию настоящего героя-триумфатора? Или просто наблюдать со стороны за чужими успехами? Выбирайте вам. Это ваше решение. А я просто жду. Мне нужен здесь человек смелый, серьезный, решительный. Который готов на какие-то поступки и действия. Ведь в любом случае все будет отлично, все будет хорошо. Если вы в самом деле постарались, то я с удовольствием вручу вам эти деньги. Эту денежную сумму. А именно 7 тысяч рублей, которые прямо сейчас, в настоящий момент, находятся в моей программе и могут достаться вам. Причем я хочу сказать, что в любой момент шоу это может случиться. В любое мгновение программы это задание может завершиться вашей победой. Вы сами решайте, когда взять в руки свой мобильный телефон и набрать номер программы 08258. На нем удобных, особых, нужных, подходящих моментов в моей программе не существует. Сидеть, ждать их дело бессмысленное совершенно. Так что ничего не ждите. Как только сложили какой-то вариант и поняли, что готовы появляться в эфире, сразу же и появляйтесь. Здесь не откладывая, чтобы просто никто вас не опередил, чтобы никто другой не увел вас из-под носа эти самые деньги. Итак, я жду здесь своего героя под номером 1. Пока что только лишь задание разминочное. У меня есть и другие головоломки для вас, но об этом чуть попозже. Есть новый участник в вашей версии. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Другие яgros. Другие слова является победным. Так что вот слово арка уже все отметаем, отсекаем. Потому что уже оно не нужно больше и называть его не стоит. Если не рама, если не арка, то что еще составляется из этого буквенного набора? Ну, конечно же, несколько слов еще можно составить. Я это все прекрасно понимаю, думаю, вы тоже это видите сами, что из этого набора, из этого комплекта можно составить некоторое количество вариантов. Не одно слово составляется, естественно. И в том сложность данного задания, что складывается несколько слов, а победное только одно из них. И вот довольно-таки сложно понять, какой же именно победное, как выбрать именно тот самый вариант из всего этого многообразия всяких разных составляемых слов. Да, это может быть не самая простая задача, но в любом случае задача выполнимая при, конечно же, собранности, определенной внимательности, понимании происходящей ситуации. И, в общем, при каких-то других, конечно же, условиях, при вашем желании побеждать, все выполнимо, все осуществимо, все реально. Да и вообще, еще раз говорю, что это разминочное задание, оно не суперсложное, исправиться нам с ним желательно поскорее. У нас есть и другие дела, всяких разных других интересных новых головоломок. Как у меня для вас сегодня приготовлено. И я очень надеюсь, что мы, ну, может быть, не все, конечно же, эти задания успеем решить, их очень много в самом деле, но хотя бы большую часть денег постараемся решить. Я понимаю, сегодня выходной день, и, может быть, совершенно не хочется думать, стараться, трудиться, как-то напрягать свой мозг сейчас. Ну, все-таки вы делаете это не за бесплатно. Так что, если есть желание постараться и заработать деньги, то вы можете это желание приложить на практике, его как-то применить и в результате получить только лишь выгоду. 7 тысяч рублей до сих пор находятся в моей программе, и все еще ничьи. Кому же они достанутся? Я не знаю. Решать это только лишь вам. Вам нужно составить именно победное слово. Что составили вы? Здравствуйте, говорите. Алло, река. Река, нет. Ну, вы знаете, мое слово другое, и оно все-таки не природного происхождения. К природе оно практически, ну, на самом деле, совсем даже не относится. Из другой области мое слово не из области каких-то природных слов. Ну что ж, продолжаем. Это не река. Мы с вами уже выяснили, что это и не река, и не рама, и не арка. Что же это тогда? Вопрос остается открытым. Пока что мне никто не назвал победного варианта ответа, но я знаю, что кто-то это обязательно сделает. Кто-то назовет мне это слово, и я готова вас подождать здесь. Но ждать слишком долго, часами точно не буду, потому что это все-таки разминочное задание, о чем уже говорилось. И, естественно, в связи с этим у нас на него совсем-совсем немножечко времени, буквально какие-то считанные мгновения. За мгновение нам с этим заданием желательно разобраться. Ну, может быть, кто-то уже разобрался там, вот, находясь по ту сторону экрана телевизора. Кто-то, возможно, уже справился. Но пока вы только там, а не здесь, я не могу с вами, естественно, пообщаться и вас услышать, и вас при этом вознаградить. Так что появляйтесь тут, это довольно-таки просто. От вас требуется только телефонный звонок. Просто позвонить надо, обычное, буднично-элементарное действие. Звонок по номеру 08258. Ничего сложного в появлении в эфире нет. Это проще простого. Это самая легкая вообще часть вот этого всего. Если самим заданием, может быть, не просто расправиться, слов составляется много, и надо выбрать какое-то одно, то вот с появлением в эфире проблем вообще никаких быть не должно. Я уже пообщалась здесь с несколькими участниками. Кто-то уже здесь побывал. Но еще пока никто не одержал победы. К успеху еще никто не пришел. Но я вижу, конечно же, движение вперед. Я вижу ваши старания. Я вижу ваш такой вот настрой сегодняшний, боевой. Мне он очень нравится. Но хотелось бы в ближайшие мгновения все-таки пообщаться с победителем, услышать вот от него именно победный вариант ответа. Это некое конкретное слово, которое меня очень сильно интересует. Все это слово прекрасно знают. Да, конечно же, может быть, вы не сталкиваетесь с ним постоянно, ежедневно, регулярно. Может быть, вы даже его вообще не любите, потому что тут вот все индивидуально. Тут все зависит от человека. Кто-то любит его, кто-то нет. Все индивидуально. Но вне зависимости от отношения вашего к этому слову, вы не можете его не знать. Знают его все. Знает его каждый человек. Думаю, что с этим словом все как-то встречаются уже в детстве. Ваш ответ говорите. Алло. По-моему, это каре. Каре. Ну, нет. Знаете, как можно любить или не любить каре? Каре либо есть, либо нет его. Кстати, я начала говорить про детство. И вот в детстве, мне кажется, это слово любят все. В детстве вас, наверное, было от этого слова за уши не оттянуть. Вот сейчас как-то уже в недетском возрасте, скажем так, у вас выработалось какое-то, может быть, немножко другое отношение к этому слову. Да и вообще чувство меры по отношению к нему. Если в детстве мы как-то чувство меры знаем по отношению к каким-то словам, то уже в возрасте, будучи, понимаем, что все-таки нежелательно перебарщивать. И вы знаете, тому, кто все-таки назовет мне победное слово в прямом эфире, 7500 рублей я уже готова вручить прямо сейчас, немедленно. Да, я иду навстречу вам. Я увеличиваю сумму вашей награды. Денег вы можете заработать уже больше. А за все то же самое задание, за все то же самое слово, которое можно составить из данного буквенного набора. Я, конечно, понимаю, буквы сильно перемешаны и сложно понять, что же это за слово. Несколько версий составляется. И не просто выбрать, что получилось у вас, говорите. Мое слово «крем». Крем. Ну, совсем, на самом деле, не подходит ваша версия. По крайней мере, под направляющие мои точно не подходят. Опять же, «крем». Разве можно любить крем или не любить крем? Как-то либо пользуетесь им, либо нет. Просто либо надо, либо не надо. А вот мое слово «либо любите, либо нет». В общем-то, я бы не сказала, что слово такое прям нужно и необходимо. Я думаю, спокойно бы все без него обошлись. Но вот тот, кто очень это слово любит, все-таки как-то без него обойтись не может. Тут все-таки важно знать меру определенную, важно не перебарщивать с этим словом, иначе могут быть последствия не очень приятные. Так что же это за слово может быть, если не «крем». Ну, уже несколько вариантов составили. Отлично. Мне нравится ваша сегодняшняя креативность. Вот вижу, что проблем нет в составлении всяких разных вариантов, но пока что составляются не те слова, которые вот хотелось бы услышать. Что-то вот другое, что-то возможное, но не то, но не то. Пока что победного варианта не услышала я, но он есть. Это слово составить можно, опять же, с использованием именно данного буквенного набора. Тут нет каких-то особых суперсекретных правил. Просто надо взять эти буквы и расположить в правильном порядке. Что получилось у вас говорить? Мне кажется, это слово «марка». Марка, ну и ваш ответ получается, но это не то слово. Опять же, что-то, что можно составить, что-то, что, в общем, имеет право на жизнь, но не то. Увы, я ничего не могу поделать, мне ваш вариант не подходит. Требуется какое-то другое слово все-таки составить из этих букв. Какой-то другой вариант является победным, и он стоит 7500 рублей. И в моей программе подумайте только всего одно обычное, простое слово, которое вам прекрасно известно, которое просто надо произнести в эфире, может сделать вас богаче на 7500 рублей. И сделает обязательно, сделает, если вы не будете сидеть и чего-то ждать. Если вы будете стараться, если вы будете активны, действенны, энергичны, и не будете сидеть и чего-то ждать. Сидеть и ждать нечего. Так вы ничего не сможете заработать. За сидение и ожидание, растрачивание времени зря, заработать ничего нереально. Но если действительно прикладывать усилия, если верить в себя, в свои способности и таланты, то результат не заставит себя слишком долго ждать. Чтобы прийти к цели, надо просто идти. Сидеть и ждать, конечно же, это удел неудачников. В общем, выбирайте сами, как вам больше нравится поступать. Я только предлагаю. Я, конечно, никого не заставляю что-то делать, не принуждаю к чему-то. Я просто жду. Вот и все. Я просто в ожидании здесь своего настоящего героя, своего победителя, который, я уверена, довольно-таки скоро здесь появится. В конце концов, это разминочное задание. Да и уже составили много версий мы из этих букв, по-моему, перечислили уже практически все возможные варианты. И осталось только одно слово, которое, по-моему, пора уже кому-то сообщить. В эфире сообщайте свое слово, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Слово «камера». Слово «камера». Это слово составляется «но не то». «но не то». Опять мне нравится то, что вы постарались использовать побольше букв, но это опять не та версия. Это еще одно возможное слово. Я, оказывается, я не знала, что, оказывается, из этих букв можно составить так много вариантов. Вы все продолжаете, продолжаете составлять. И все не те, и не те слова. Я в самом деле даже не предполагала, что столько выходит версий из этого буквенного набора, что просто какое-то бесконечное количество, они все не заканчиваются и не заканчиваются. И все новые и новые слова вы мне здесь продолжаете называть. Кто назовет победное слово, в конце концов? Ваш вариант называйте. Восемька. Восемька. Абсолютно верно. Это победная вера. Молодец. Отсамили. Все-таки как вас зовут? Оксана. Оксана, откуда вы? В город Светлогорск. В Светлогорск отправляется семь с половиной тысяч рублей. А я перехожу к своему следующему заданию, которое уже появляется на вашем экране. Вот и оно. Теперь мы видим уже буквенный клубок. И тому, кто его распутает, я вручу уже восемь тысяч рублей. Мы видим уже большее количество букв. Их уже девять штук. Но обратите, пожалуйста, внимание на такой вот крайне важный момент. Буквы не просто разбросаны по экрану в перемешку, как в предыдущем задании. Это уже не наборы звук. И, соответственно, составлять что-то из них не надо. Победное слово уже составлено. Буквы уже идут по паре. Будут увидеть. Смотрите, буквы-то соединяются между собой посредством линий. Линий много. Они ведут вас и вправо, и влево, и вверх, и вниз. И по диагонали. Двигаться можно здесь как угодно. Но вот вам все-таки требуется определенные линии. И тут сложно, конечно же, определяться. Да, задание усложнилось. Планку мы с вами повышаем. Это уже второй уровень. Но при этом и денег я предлагаю вам больше. Уже восемь тысяч рублей сейчас актуальны. В качестве награды для моего второго героя, который можете становиться уже вы. Ну, если есть желание пополнить свой капитал прямо сейчас, немедленно, не выходя из своего дома, не отходя от экрана телевизора, не покидая пределов своей квартиры. Все ж, вперед. Приступим. Самое сложное в этом задании следующее. Это поиск первой буквы. Той самой буквы, с которой все начинается. За главной, стартовой. Вы сами должны определиться с тем, что это за буква. Я не могу, конечно же, вам на нее указать. Это может быть любая буква из этих девяти. Слово может начинаться откуда угодно. И сверху, и снизу, и из угла, и сбоку, и с центра. В общем, где угодно может быть первая буква. Просто вглядывайтесь, всматривайтесь, пробуйте, начните с чего-то. Получается, не получается. Не получилось с какой-то буквой, пробуйте с другой. С какой-то, да, получится. Тут действительно важно не останавливаться и все время идти вперед, совершать какие-то действия, какие-то шаги, предпринимать. В общем, не сидите, не ждать. Самое главное. Старайтесь, и все должно обязательно получиться. Я знаю, у меня и в этом задании обязательно будет герой. И эта головоломка тоже обретет своего героя. И эта денежная сумма также обязательно кому-то достанется, будет кому-то принадлежать. Будет ли она принадлежать вам, решайте только вы сами. По сути, ход этой программы целиком и полностью в ваших руках. Вы решаете, что, как здесь происходит. Вы управляете прямым эфиром. При помощи своего мобильного телефона в любой момент вы можете сюда ворваться и на этом задании поставить точку. И в какой именно момент это делать, опять же, решать лишь вам. Удобных, подходящих моментов, повторяюсь, я об этом уже говорила, говорю снова. В моем шоу не бывает. Вы сами выбираете, когда вам удобно со мною связаться. Я уже готова принять ваш телефонный звонок. И, по сути, от прямого эфира вас отделяют лишь данные 5 цифр. 08-258. Именно они вас сюда и приведут. Это и есть прямой короткий номер моего шоу. Ничего другого, пожалуйста, не набирайте там каких-то плюсиков, кодов, не требуется. Номер прямой и вас сюда приведет напрямую. Ну так что, какое же слово находится рядом со мной? Что же это может быть? Слово, опять же, простое. И все знают его. Какое слово удалось вам здесь разыскать? Алло, это танк. Танк, спасибо, можно найти ваш ответ, но это не то слово. Читается ваша версия, в самом деле можно это слово увидеть. Но меня интересует какое-то другое слово. Не танк. Какое-то такое вот безвредное, что ли, не страшное слово, скажем. Танк совсем, это что-то устрашающее такое вот, жуткое, я бы даже сказала, что-то, на что даже и бывает страшно и неловко, неудобно смотреть, особенно если это слово в действии. Так-то просто какой-то старый танк, он, конечно же, вряд ли вас испугает, но танк в действии, думаю, все-таки с ним лучше не встречаться. Вот мое слово, оно какое-то, что ли, более, более такое вот безвредное. Так все-таки, если не танк, то что? Восемь тысяч рублей предлагают кому, кто отыщет именно то самое слово, которое я и хочу от вас услышать. Меня опять же интересует некий конкретный вариант. Да, я согласна. Он в глаза не бросается. Победное слово нужно искать. Тут в глаза могут бросаться всякие разные слова, но вот только не победное. Победное действительно найти крайне непросто, но можно, но можно. Так что давайте, пожалуйста, вглядывайтесь, всматривайтесь. И что-то должно получиться. Я знаю, что герой в этом задании обязательно появится. Ну а я продолжаю ждать, что же мне еще остается делать. Я предложила вам возможность финансовую для заработка, для того, чтобы вы могли стать богаче. И теперь просто жду того, кто этой возможностью заинтересовался, того, кто готов попробовать, постараться и дойти до победного конца. Нужно терпение, нужна воля к победе, нужна решительность, нужна смелость. Не любой человек может стать моим героем. Не каждый. Не любой. Но кто-то может, кто-то может. Тот, кто обладает определенными талантами, способностями, определенными качествами для достижения успеха. Мне нужен тот, кто готов действовать. На самом деле, ну, вы подумайте сами. Здесь в эфире сейчас предлагается немаленькая денежная сумма. 8 тысяч. Все-таки это не крохи, не копейки какие-то там, не ерунда, не мелочь. Это нормальные деньги. Это такая вот нормальная, разумная сумма, которая может достаться вам в абсолютно любой момент. Хоть прямо сейчас ваша версия, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Слово «Икра». «Икра». Отнюдь. Это не победный вариант, вы его составили. Вот что делать как раз-таки в этом задании не надо, так это что-то составлять. Победный вариант уже составлен, он уже сложен, он уже находится здесь рядом со мной. Складывать его заново нет никакого смысла. Здесь уже присутствует некое слово, которое вам нужно увидеть. Да, оно, конечно же, может не бросаться в глаза. Но, тем не менее, тем не менее, оно должно у кого-то получиться. Просто смотрите внимательно, вот и все, собственно, пробуйте. Главное ничего не составлять, главное ничего не складывать, не выдергивать буквы из контекста, не выхватывать отсюда какие-то отдельные части, или там отрезки, или слоги, или просто буковки. Главное стараться прочесть. Вот именно то самое слово, которое мне и нужно. Это определенный вариант, конкретный. Это очень простое слово, знакомое всем, абсолютно каждому человеку. Но где здесь первая буква? Это действительно непросто понять, которая из этих самых букв является в слове первой. Сложнее всего понять. Но и это понять можно. И как только найдете первую букву, дальше станет уже попроще, поскольку рядом с первой будет вторая, и она будет соединяться при помощи линии вот той самой предыдущей первой буквы. Потом после второй будет третья, она тоже будет соединяться с предыдущей буквой посредством линии. В общем, главное, чтобы все буквы в вашем слове при помощи вот этих самых линий соединялись. Найти слово нужно, двигаясь именно вдоль по данным линиям красным. Вы можете идти и вправо, и влево, и вверх, и вниз, и даже по диагонали, как вам заблагорассудится. Но слово ваше должно читаться, оно должно быть целым и должно выглядеть как цепочка из букв. Здесь есть такое слово, и я продолжаю ждать того, кто мне его в эфире сообщит. Кто-то обязательно это сделает, и кто-то обязательно заработает 8 тысяч рублей. Так кто все-таки нашел, не составил определенный вариант. Кто увидел здесь читающееся слово и готов поведать его мне здесь в программе. Да, я понимаю, в общем-то, все далеко не очевидно, это точно. Но найти это слово можно. И тому, кто это сделает и назовет победный ответ в эфире, я готова вручить 8 с половиной тысяч рублей уже. Я увеличиваю сумму вашей награды, таким образом хочу вам немножечко слегка помочь, возможно, поторопить процесс, чтобы мы не останавливались на этом задании. Я понимаю, оно безусловно сложнее моего предыдущего задания. Но это задание, с которым, опять же, можно справиться. Речь не идет о каком-то непосильном труде, какой-то вот такой совершенно невыполнимой, сверхсложной задачи. Ну, не просто, да, может быть, все, но реально, реально. И кто-то должен разобраться. И вот этого человека я сейчас в эфире и жду. Я все еще жду второго победителя в эфире. Жду человека, который нашел победное слово, который увидел то, что здесь как раз-таки скрывается. А скрывается здесь что-то такое совершенно простое. И что же нашли вы? Говорите, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Слово кран. Слово кран. Ну, давайте посмотрим. Нет, нет. Не считается ваша версия. Смотрите, букву АК отдельно от буквы Р. Потом вы перескакиваете сюда опять букве А. Ну, вот, разве что последние две буквы у вас соединяются в вашей версии, в вашем слове А. Все остальное где-то вот отдельно, где-то разбросано, раскидано в разных местах. В общем, не получается целиком и полностью слово кран. Получается какое-то другое слово. Говорю вам точно. Здесь есть слово, которое можно прочитать с самого-самого начала до самого-самого конца. Оно читается. И в нем абсолютно все буквы без исключения соединяются между собой. То есть слово целое. Оно здесь точно присутствует. Его можно здесь увидеть, его можно здесь найти, а оно здесь находится. Вот я жду того, кто именно это слово смог найти. Появляться в эфире с каким-то составленным словом нет никакого смысла. Я не смогу вам вручить никаких денег. У меня не предусмотрено никаких наград за составленные слова. В этом случае это просто другое задание. Тут свои особые правила. Мы составляли слово в предыдущей головоломке. И там действительно было актуально, чтобы составить. А здесь ничего составлять не надо. Здесь победный ответ, конечно же, уже составлен. И ваша задача его постараться рассмотреть. Но если смотреть внимательно, то увидеть это слово можно. Разумеется. И я, естественно, продолжаю ждать того, кто это слово увидеть-то и смог. Нужно, чтобы вы не только увидели победный вариант, но и появились в эфире. Потому что сама я вам позвонить не могу. Сама я не могу у вас там дома появиться. Но вы можете появиться в моей программе. Для этого вам достаточно всего лишь позвонить с вашего мобильного телефона. Номер для звонка вы по-прежнему видите на своем экране. Он написан здесь, в этом углу. От появления в программе вас отделяют лишь только данные 5 цифр. Так вот, я жду того, кто данный номер наберет, появится вот тут вот в эфире прямом. И громко огласит полученный вариант ответа. Если это будет как раз то самое слово, которое я и хочу услышать, то эти деньги 8,5 тысяч рублей отправятся к вам. Неважно, где вы живете, неважно, кто вы. Все это мелочи. Все это не влияет на ваш успех. Главное, чего вы хотите в этой жизни. Главное, конечно же, захотеть стать богаче. А то, где вы живете, в каком городе. Это уже, так, это лирика. На победу, на вашу это не повлияет. Поскольку я готова принять ваш телефонный звонок из абсолютно любой точки страны. Вы можете позвонить мне из любого города. Главное, чтобы был мобильный телефон рядышком с вами. И чтобы была довольно-таки устойчивая мобильная связь. Чтобы, не дай бог, ничего там не сорвалось. Ну что же, есть варианты идей, мыслей, соображения. Какие-то слова, мерзии, что-то там у кого-то получилось. Тогда вперед. Действуйте, врывайтесь в прямой эфир. Я жду вашего триумфального появления здесь, в моей программе. Нам, на самом-то деле, желательно не останавливаться на этом задании. Это всего лишь вторая головоломка. У меня целая масса, целый воз, целый чемодан интересных заданий. Сегодня для вас приготовлено всяких разных головоломок, которые, я надеюсь, сегодня рассмотреть. Ну, хотя бы большую часть из них. Надеюсь, мы сегодня успеем решить за имеющееся у нас время. И, надеюсь, рассчитываю, что в эфире у меня будет как можно больше победителей. По крайней мере, я в это верю. Что будет получаться, все это зависит от вас, почему мы придем. Все это решайте только лишь вы. Ход данного шоу в ваших руках сосредоточен. Когда вы хотите здесь появиться, тогда и появляйтесь. В любой момент шоу вы можете это сделать. В любое мгновение вы можете ворваться сюда и стать победителем в текущем задании. Но, конечно же, ждать часами я не планирую. Это не та программа, которая может длиться часами. Естественно, на каждое задание в моем шоу в связи с этим время довольно-таки строго ограничено. И я, в самом деле, не могу ждать вас, ну, очень долго. Какое-то время, естественно, дается. Я вас никуда не тороплю, не подгоняю. Вот не подсталкиваю. Как только захотели появиться здесь, появляйтесь. Но помните, что очень-очень долго мы с одним заданием разбираться, естественно, не можем. В связи с тем, что еще и другие задания все-таки имеются, и дел много-много впереди. Кто же все-таки покончит с этим заданием? Я не знаю, это пока неизвестно. Это еще пока не выяснилось. И выясняется именно на данный момент. Лидер в этом задании еще пока только определяется лидером. В этом задании можете по-прежнему становиться вы. Все только в ваших руках. Ваша победа зависит лишь от вас самих. Если вы хотите этого, все будет. Ваша версия, что удалось найти? Слово победное – трико. Трико? Ну, нет, нет. Спасибо за прочитанный вариант. Вы молодец в том отношении, что вы смогли свое слово прочесть. Чтобы вы его не составили. Вы, в самом деле, соблюдали правила этого задания. Хочется вас похвалить. Но вы, по правилам, прочли какое-то другое слово, которое является победным. Просто случайно тут так вот получилось. Случайно, совершенно. Здесь это слово «трико» вышло. Здесь читается другое слово. Не «трико». Ну, читается в самом деле. Другое какое-то слово. И его тоже можно прочесть, в общем-то. Но оно, возможно, не так бросается в глаза, как вот это вот «трико». По-моему, «трико» – это прям вот его видно сразу же издалека. А мое слово более хитро кроется в моем задании. Более хитро, так более хитроумно. Более затейливо. Запутано оно здесь. Клубочек так вот сплетен туго. И размотать его непросто. И, возможно, даже и не каждый, и не любой сможет это слово найти. Само слово очень простое. Оно обычное, абсолютно обыкновенное, простое слово из вашего словарного запаса. Оно вам наверняка известно. Вы не раз, наверное, его в своей речи употребляли. Вообще такое используемое слово. Но действительно оно в глаза не лезет. Вот то же самое «трико», очевидно, «танк» еще прочитали уже сегодня. Но это не те слова, не те пока слова. То слово «победное», оно, конечно же, совсем-совсем другое. И я продолжаю ждать. Этот самый вариант. Его еще в эфире никто не назвал. Может быть, вы назовете, называйте свой ответ. Слово «крона». Слово «крона». Ну, нет, уже составили. Вы свою версию, сожалею. Могу только посочувствовать и посоветовать вам соблюдать в дальнейшем правила задания. Потому что вы сейчас их нарушили. От буквы «К» вы перескочили к букве «Р». Потом еще раз перескочили к букве «У». Вот читается у вас окончание вашего варианта. Но мне нужно, чтобы читалось не только окончание вашего слова, или начало, или середина, или какая-то там другая часть. Мне нужно, чтобы читалось ваше слово «все целиком». «Все», вот, например, как версия «танк», или как версия «треко», но что-то другое. То есть вот слова «танк» и «треко» демонстрируют нам вот тот самый принцип, согласно которому нужно с этим заданием справляться. Прекрасная иллюстрация того, как слово можно прочитать, чтобы все буквы в нем соединялись между собой. Двигаться можно вправо, влево, вверх, вниз и по диагонали, но буквы все должны идти друг за другом и должны связываться. Так что за этим, пожалуйста, внимательно следите. Прежде чем появляться в эфире, убедитесь, удостоверьтесь в том, что вы в самом деле свою версию прочитали, в том, что слово целиком и полностью у вас здесь получилось, что вы ничего там не придумали, не составили, не выдумали, не изобрели. В этом случае я просто не смогу вас вознаградить, если вы что-то там свое будете составлять. Мне нужно не то слово, которое вы придумали, которого здесь нет. Мне нужна именно та версия, которая присутствует вот тут вот на экране. Здесь в самом деле присутствует определенное слово, которое хотелось бы поскорее в эфире услышать. От героя под номером 2. Это второе задание. Вторая головоломка сейчас перед нашими глазами. Я жду второго победителя в эфире. То есть это место еще пока свободно, пока его никто не занял. Желающие это сделать были. Были претенденты на успех, на победу, на заработок. Но достойного еще в эфире не было претендента. И мне ничего не остается делать, кроме как ждать этого самого человека, которым можете становиться вы. Ну, это моя задача ждать. Вам-то ждать не надо, вам-то действовать необходимо. Так что старайтесь, будьте активны, действуйте. Все должно получаться. У кого-то получится точно. Кто-то, я знаю, может, кто-то способен, кто-то у кого-то все выйдет. Но вот кто конкретно? Ваша версия, слушаю. Алло, здравствуйте. Мне кажется, кинотеатр. Ну, наконец-таки! Абсолютно верно! Это победный вариант ответа. Вот как скрывалось это слово. Как вас зовут? Артёв. Откуда вы? К вам отправляется 8,5 тысяч рублей. Поздравляю вас с победой, Артём. И я перехожу к следующему заданию, которое появляется немедленно на вашем экране. Видимо, неравенство, за решение которого я готова вручить 9 тысяч рублей третьему победителю в эфире. Что ж, отлично, мы двигаемся дальше. Мы на месте не стоим. И уже третье задание на экране. Я уже жду третьего победителя. Что нужно сделать вам, чтобы им стать... Справиться с заданием? Это, во-первых, появиться в эфире, рассказать, как вы это сделали. Во-вторых, и если у вас всё хорошо, и вы действительно всё сделали правильно, ничего не нарушили, то 9 тысяч рублей становятся вашими. Итак, что нужно сделать? Мы видим неравенство. Левая часть задания явно не равна правой части. 16 плюс 2 минус 8, это всё-таки не 20, это 10. 16 плюс 2 это 8. 18, 18 минус 8 это 10. То есть получается, что левая часть в два раза меньше ответа. И надо срочно что-то с этим сделать. Надо видоизменить что-то в левой части, чтобы она приравнялась к ответу 20. Как-то её увеличить надо. Причём соблюдая одно очень-очень важное условие, вы можете совершить только одно действие. Только одну спичку можно здесь переставить. Да, я понимаю, это сложно, конечно же, одной спичкой добиться такого серьёзного увеличения левой части. Но это можно сделать. Я хочу вас заверить в том, что такая спичка существует. Одна белого цвета, которая может переехать, и которая левую часть приравняет к правой. Получится у вас уравнение с ответом 20. Эта спичка не бросается в глаза, и нужно очень сильно постараться, чтобы её найти. Возможно, не любой человек, не каждый мой телезритель сейчас может справиться с этим заданием. Но кто-то, я знаю, может. Кто-то, я знаю, это сможет сделать. Появится в эфире. И эти деньги заработает. Я уже предлагаю вам 9 тысяч рублей. Хорошая сумма, хорошая награда, достойная вас. И вы достойны будете этой награды. Если справитесь с этим заданием, будете быстры и активны, и решительны. То есть появитесь в эфире, расскажите мне, что у вас вышло. Поскольку пока вы только знаете победное решение, пока оно только в вашей голове, не названо в эфире, так я вас вознаградить не могу. Это, я считаю, понятно. Конечно же, как иначе-то я вас вознагражу, пока вы не появитесь тут и не объявите во всеуслышание о своём ответе. Я же мыслей ваших не читаю, я не могу даже понять, кто вы, что вы, как вы. И вообще, я не знаю, о вашем существовании. Так что обязательно заявляйте о себе. Нашли решение, тут же не откладывая, оказывайтесь в эфире. Вы видели, как, в общем-то, всё довольно-таки быстро произошло. У нас в первом, во втором задании. И эта головоломка тоже, в общем-то, может быть решена быстро, хотя, не знаю, задание непростое. Ну, во-первых, мы уже с вами переключились на несколько иную область. От слов перешли уже к логической математике. И, естественно, сложно перенастроиться, перенастроить свой мозг уже на что-то другое. Ну вот, да, какие-то сложности, естественно, есть. Не без этого не бывает победы без преодоления трудностей. Что получилось у вас, говорите. Я предлагаю сделать тройку. Это сделать можно. И вы увеличили левую часть задания, но всего на одну единицу. Всего на единичку. Она у вас стала больше. Теперь у вас 11 левой части получилось. А мне по-прежнему надо 20. 11 мне не надо. Так что ищите, пожалуйста, другую спичку. Другая спичка должна переехать. Все-таки нет, да, не в двойке. Спичка должна переехать. Размышляйте еще. Видимо, вы просто поторопились. Спичку-то одну переставили, да, но поспешили, не пересчитали. Вы ошиблись. Но это все-таки логическая математика, и ваш ответ должен быть идеально точным. И ошибки здесь, естественно, не приветствуются. Какие-то недочеты, оплошности не приведут вас к успеху. Только конкретная спичка с конкретного места взятая в конкретное место переставленная сделает вас богаче на 9 тысяч рублей. Она одна-единственная, всего-напсего в левой части находится. Обязательно она должна быть белого цвета. Это без исключений. Это не обсуждается. Даже с ответом мы не работаем. Будьте, пожалуйста, внимательнее. Спички специально поделены на цвета. Что-то выделено белым цветом, что-то желтым цветом. То, что желтое, мы не трогаем. Желтые символы не изменяем. Число 20 правильное. Ну и знак равно тоже так относим к правой части задания, которая не должна изменяться. У нас есть левая часть. У нас слева что-то там должно произойти. В левой части примера что-то должно видоизмениться. А вопрос в том, что единица, шестерка, плюс, двойка, минус, восьмерка. Ну вот, размышляйте. Может быть, цифра. У нас их четыре. Выбирайте. Может быть, знак. У нас их два плюс и минус. Может быть, дело в этом. А может быть и взаимно. Может быть, вместе. Два каких-то компонента. Одновременно. Одной спичкой изменяется. То есть, с одного символа вы на другой спичку ставите. Тут, в общем-то, могут быть разные варианты. Как один символ может измениться, так и два взаимно. Но помните, что только одна спичка может переехать. Могут, конечно же, измениться два символа взаимно. Но только одной спичкой. Это крайне важно. Это условие данного задания. Его необходимо соблюдать. Меня не интересует решение, достигнутое двумя, тремя спичками. Или там добавленными, или выброшенными спичками. Только одна переставленная спичка приведет вас к успеху. Конкретно. Не любая. Любая спичка здесь является победной. Тут несколько спичек могут переехать. Но победная только одна. Вот я даю вам время понять, где эта спичка находится. Обратите внимание, я вас никуда не тороплю. Я не подгоняю вас какими-то таймерами или прочими временными рамками. Я не ставлю вам ничего подобного, не очерчиваю какие-то строгие границы. Спокойнее каждое время у вас есть на размышления. Так что сидите и ищите. Ту самую спичку. Пробуйте, изменяйте разные символы. И так и эдак можете даже выкладывать этот пример и спичек у себя на столе для пущей наглядности, для большей реалистичности. Так что время у вас есть на размышления. Никто вас не торопит. Сколько вам нужно, времени столько и думайте. Но как только отыщете победное решение, прошу вас сразу же немедленно действовать. Сразу же. Не откладывая на потом. Потому что потом неизвестно что. Потом суп с котом. А сейчас вот такое вот задание предложено. И сейчас за него предлагается 9000 рублей. И в абсолютно любой момент времени вы можете здесь в программе появиться. В том случае, если у вас победное решение. Этим решением поделиться со мной и вот предложенную денежную сумму положить к себе в карман. Считаю, что 9000 рублей вам не помешают точно. Не будут какими-то лишними или вам ненужными. Эта денежная сумма точно вас порадует. По крайней мере, поднимет вам настроение. Вот этот самый заработок. Во-первых, сможете ощутить головокружительный вкус успеха. Почувствовать себя лучшим. Осознать себя победителем, что уже очень приятно. Ну и также ваш капитал пополнится на 9000 рублей. Что возможно еще приятнее. Ваши решения. Алло. Здравствуйте. Сделайте единицы 7. Давайте лучше я сделаю из 9 10,5 тысяч рублей. Сразу на 1500 рублей я сумму вашей награды увеличиваю. Давайте лучше так. А вы не будете добавлять новые спички в это задание. Потому что это против правил. Мне этого не нужно. Это пустая трата времени. Мы не добавляем новые спички. Сюда у нас уже нормальное количество спичек. Мы это задание как-то новыми спичками не укомплектовываем. Так же мы не выбрасываем спички из этой головоломки, чтобы было понятно. Все, что мы можем сделать, это переместить только одну единственную спичку внутри левой части этого примера. И вот тому, кто именно ту самую спичку переставит, именно того места ее возьмет, с которого надо взять, на то место поставит, на которое надо поставить, вот именно тот человек, и заработает 10,5 тысяч рублей в моей программе. Прямо здесь и прямо сейчас вы можете эти деньги заработать. Прямо здесь и прямо сейчас. Не отходя от экрана телевизора, не вставая даже со своего места. Все, что вам нужно, это просто позвонить. Кто-то позвонил. Вы в эфире. Здравствуйте. Ваше решение. Здравствуйте. Здравствуйте. Девятка. Я не могу принять ваш ответ. Это действие возможно. Это одна переставленная спичка, и она даже увеличила левую часть задания, но этого, оказывается, недостаточно, поскольку у вас левая часть увеличилась только на 3 единицы. И теперь у вас в левой части при пересчете получается 13, но 13-то по-прежнему меньше 20-ти. У вас получилось другое неравенство. А мне нужно равенство, уравнение, чтобы левая часть была равна 20-ти. Очень жаль, очень жаль. Такая хорошая заявка на успех, но опять что-то не получилось. Что-то вот вы недосчитали, недоглядели, упустили. В общем, принять такое решение я не могу. Я советую вам подумать над каким-то другим ответом. Победное решение другое. И я продолжаю его здесь в программе ждать. Итак, 10,5 тысяч рублей предложено прямо сейчас. Они ждут своего законного хозяина, своего обладателя, своего владельца, которым можете быть вы в любой момент программы. Можете сюда ворваться, подвести черту под этим заданием и унести из эфира вот эту прекрасную, замечательную сумму денег. 10,5 тысяч рублей. Я по-прежнему жду своего третьего победителя. Это место продолжает пустовать, но его кто-то обязательно все непременно займет. Не знаю, когда. Правда, вот не знаю, когда, потому что шоу идет в прямом эфире. Это прямая трансляция. Я именно сейчас в этой студии нахожусь. Я, правда, не знаю, что будет дальше. В любой момент это задание может завершиться чем-то успехом. Любой участник шоу может назвать мне это победное решение. Да, любой, конечно же, его найдет. Но вот в любой момент от любого участника я могу это решение услышать. Следующий уже телезритель, появляющийся в эфире, вот несколько следующих мгновений, может уже это решение назвать. Так что я во всеоружии, я готова услышать здесь своего героя в любой момент и вручить ему эти деньги. Готовы ли вы это решение в прямом эфире обознать? Готовы ли? Вот в чем весь вопрос-то и заключается. Потому что все зависит от вас. Ведь это та программа, которую вы сами как-то что-ли выстраиваете, вот ее в ваших руках сосредоточен, вы управляете тем, что происходит на вашем телеэкране прямо сейчас. То есть вы можете повлиять на эту ситуацию. Какие-то ситуации в жизни, конечно же, от нас не зависят, повлиять мы на них не можем. Но вот на то, что происходит в эфире сейчас, вы повлиять лично можете. Все зависит от ваших желаний. От ваших, от степени вашей целеустремленности, что ли, от вашего рвения и упорства. Вот за ваше упорство и настойчивость. Я прямо сейчас готова вручить вам эти деньги. Что получилось в ваше решение? Здравствуйте. Вторая двойка, давайте попробуем сделать единицу. Это невозможно. Во-первых, вторая двойка у нас где? Она у нас находится в ответе, что вы туда лезете. Я что-то не поняла. Нет, ну вы, конечно же, получаете уравнение, да, но с ответом 10 вы ответ почему-то изменили, и его постарались приравнять к левой части. А надо-то наоборот все было сделать, точную ситуацию, наоборот. Надо левую часть приравнивать к ответу, причем одной спичкой. Вы там нагородили огород, выкинули какие-то спички из правой части. Мне нужно уравнение не с ответом 10, а с ответом 20. Увы, что-то вы поняли, а что-то нет. Или просто вам показалось так проще, но мы не ищем здесь легких путей. Здесь есть один путь, он непросто, он тернист, он труден, и его нужно пройти до самого победного конца. Вы думаете, какие-то новые, там, другие, более легкие, какие-то более простые дорожки, я вам не советую. Итак, в ответ мы не лезем, я хочу, чтобы это было понятно отныне и впредь, чтобы больше никто таких ошибок не допускал. Мы не трогаем ничего в правой части задания. Все желтые спички давайте оставлять на своих местах. И давайте сосредоточимся на левой части, ибо там допущена ошибка. Что-то неправильное слева. Какая-то цифра может быть. Единица или шестерка, или двойка, или восьмерка. Какой-то знак, возможно, плюс или минус. А может быть сразу же, взаимно, несколько символов надо изменить. Одной спичкой. Два, может быть, вместе. Выбирайте сами, решать вам. Победное решение – это все-таки ваша задача его найти, потому что именно за это вы и зарабатываете здесь деньги. Именно за то, что вы сами постараетесь это решение найдете, а потом еще будете упорны и свое решение назовете программе. Просто появление в эфире без победного ответа богаче вас не сделает. Это будет бессмысленное появление. Ну и также просто победный ответ без озвучивания в программе тоже не имеет никакого значения, не имеет смысла. Надо совместить и то, и другое. Появление в эфире и победное решение. Одно без другого бесполезно. Так что я жду здесь человека, который появится в эфире и победное решение назовет. Называйте свой ответ, я вся внимание. Давайте из 8-6 получим. Ну из 8-6, конечно, можно получить, только спичку вы куда поставили? Взятую спичку с восьмерки, куда вы перемещаете. Спичка должна переехать. Это крайне важный момент, что спичка переезжает. Она должна быть переставлена. Вы не можете ее взять и выкинуть, выбросить. Она должна, обязательно должна переехать. Так что ваше решение все-таки не принято. Я вам советую подумать еще. Пожалуйста, будьте более внимательны. А я продолжаю ждать тем временем своего третьего героя. Он выясняется прямо сейчас. Пока не выяснен, но выясняется. Кто же им будет? Кто-то будет. Кто-то, кто более подготовлен. Кто-то, кто разбирается в логической математике. Но все-таки это задание, где уже нужно обладать определенными способностями, склонностью, что ли, к таким вот точным наукам, как логическая математика. То есть надо все-таки разбираться в вопросе. Как-никак какие-то умения, навыки все же требуются сейчас от вас. Если слово, в принципе, составить или найти, может, любой человек, и особые способности для этого не нужны, то тут уже кое-что требуется. Тут уже надо соображать. Также мне сейчас нужен человек с мозгами, сообразительный, который также готов заявлять о себе. Готов показать, на что способен. Все это продемонстрировать здесь и сейчас в моей программе. Я по-прежнему жду того, кто это сделать готов немедленно. Ваши решения называйте. Сделайте из двойки девять. Это невозможно. Мне очень жаль. Вы добавляете новые спички в это задание. Не могу вам этого позволить. Еще такой момент. Вы, конечно, увеличили левую часть головоломки, да, но только на семь единиц. Сейчас левая часть ровно на десять единиц меньше ответа. Она на десять единиц должна увеличиться или в два раза, скажем так. Вы увеличили левую часть на семь единиц. То есть вот в этом недочет. И также вы еще и добавили новую спичку. Вы нарушили, получается, оба условия задачи. Такой ответ, в принципе, не может считаться победным. Даже если вы одно из двух условий нарушите, это не будет победным решением. А вы оба условия нарушаете. Так на что вы рассчитывали-то вообще? На что вы надеялись? Какой у вас был план-то? Я жалею, такие ответы с нарушениями правил ничего не стоят в моем шоу. Есть только одно победное решение, и оно заключается в соблюдении обоих вот этих самых условий. Нет каких-то секретных правил в этом задании, о которых я вам не говорю, или о которых у вас не сказано на экране. На экране все говорится. Вот, пожалуйста, по-моему, четко, неоднозначно, вернее, однозначно, не двусмысленно сформулировано и поставлено задача. Переставьте одну спичку так, чтобы ответ был равен 20. По-моему, все понятно и доходчиво сказано. Надо переставить одну спичку и получить в ответе 20. Делать что-то другое, то есть выполнять какие-то другие задачи, или добавлять, или выбрасывать спички, или получать в ответе не 20, не надо. Ведь это сейчас не нужно никому, меня это все не интересует, и я за это не предлагаю каких-то денег. Вы, пожалуйста, проверяйте себя. Что-то сделали, что-то вот там в задании изменили. Пересчитайте, убедитесь в том, что вы все-таки одну спичку переставили, не нарушили это правило. Убедитесь в том, что вы получили уравнение, что у вас левая часть примера идеально стала равна ответу 20. И только тогда появляйтесь в эфире, уже точно зная, что да, у вас победное решение. Будучи уверенным в себе, не сомневаясь в том, что вы как раз и достойны заработка. Все сомнения и страхи нужно оставить позади. Все это мешает, только лишь вам сосредоточиться, все это вас отвлекает. Отбросьте в сторону все вот это, все эти моменты. Сосредоточьтесь на главном, сосредоточьтесь, фокусируйтесь на успехе, и все должно получиться. Мы уже справились с вами сегодня с двумя заданиями, и эта головоломка тоже будет решена, я верю. Но я не знаю, может быть, мы еще успеем с вами там с двумя, с тремя другими заданиями разобраться, но просто помните, следующие задания будут еще сложнее. Ваше решение. А переставьте спичку с плюса на минус. С плюса на минус. Нет. Ну посмотрите, что получается-то вообще. С плюса на минус. 16 минус 2 плюс 8. Это будет, конечно же, побольше, чем у нас сейчас в левой части, но это будет даже побольше, чем в ответе у нас значение. Это будет даже больше, чем 20. 16 минус 2 это 14, 14 плюс 8 это 22. Да, вы увеличили левую часть задания, но объективно перебор. Перебор. Объективно вы слишком сильно ее увеличили, переборщили. Мне не нужно 22 в левой части. Мне не нужно 21 или 19. Мне надо ровно 20. Это логическая математика, точнейшая наука. И я жду от вас максимальной точности. За максимально точный ответ я и предлагаю деньги. За какие-то там вот что-то примерное, ориентировочное приблизительно. Нет, 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 ничего не предлагаю, никаких денег. Об этом даже речи быть не может. Только за идеально продуманное, просчитанное решение. Если у вас такое решение есть, вперед. Самое время появляться в Эпире. И вас ждут 10 с половиной тысяч. Ваше решение. Может быть, из единицы сделать два? Из единицы сделать два никак не получится. При всем желании. Да. Да, вы увеличиваете левую часть задания на 10 единиц. Но это не одной спичкой вы сделали. Так. А тому, кто одной спичкой получит уравнение. 11 тысяч рублей я предлагаю уже сейчас. Да, я снова иду навстречу вам. И опять сумма награды увеличивается, возрастает. 11 тысяч рублей. Но это должно быть грамотное решение. Это должен быть продуманный, четкий, умный ответ от сообразительного участника шоу. Если у вас есть такое решение, да, появляйтесь в Эпире как можно скорее, не откладывайте немедленно. И зарабатывайте хорошие деньги. Уже 11 тысяч. Если такого решения нет, смысл звонить в Эпир. Я не смогу вас вознаградить. Если вы там что-то сделали, тяп-ляп, наобум, то, боюсь, ничего вручить я не смогу. Вот у меня есть 11 тысяч рублей, и они только для настоящего героя приготовлены. Только для того, кто заслуживает их. Только для того, кто достоин. А вы будете достойны только если постараетесь. И у вас действительно будет победное решение. Возможно, оно у вас уже есть. Тогда я не вижу смысла сидеть и ждать чего-то. Действуйте. Действуйте. Деньги уже приготовлены. Уже здесь, уже находятся в программе. Я уже готова с ними расстаться, вам их вручить. Появляйтесь в Эфире без вашего появления. Здесь вы не сможете назвать мне свое решение. Я просто вас не услышу. Я просто не узнаю о том, что вы есть. Итак. Что у нас все-таки в левой части задания должно быть исправлено? В этом, похоже, заключается весь вопрос. И ответа на него грамотного, четкого, еще не звучало в эфире, вразумительного. Звучали, конечно же, какие-то ответы. Но не те. Что-то непонятное. Ваше решение. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте из двойки сделаем пятерку. Интересно. Как вы хотите это сделать одной спичкой? Но явно же, что вы две спички переставляете, а не одну. За две переставленные спички я не предлагаю никаких денег. Только за одну переставленную. Причем за ту, которая приведет вас к результату 20. А вы что получили, переставив эти две спички? Вы только на три единицы увеличили левую часть задания. Теперь у вас там 13 получается в левой части. Нет, 13 мне не надо. Мне не надо никакого другого числа, кроме 20. Ровно 20 у вас должно получиться. И ничего другого. Это не обсуждается. Мы идем дальше. Я ничего не могу поделать. Здесь уже прозвучало довольно-таки много ошибок. Но я-то знаю, что есть человек, способный найти победное решение. И если мне нужно, видимо, услышать сначала ошибки, чтобы все-таки пообщаться с этим героем, хорошо, я готова подождать. Если цена тому, чтобы я пообщалась здесь с героем, смогла вручить ему деньги, вот эти все ошибки, ладно, хорошо. Кто-то же не ошибется. Я понимаю, задание сложное, конечно же, поэтому здесь столько названо неправильных ответов уже. Не все способны к математике. Не у всех есть вот эти вот таланты, вот эти умения. Не все внимательны в конце концов. Поэтому вот я здесь действительно слышу столько неправильных версий. Но ведь есть же кто-то, кто внимателен, кто сообразительный, кто сфокусировался, кто смог и справился. Есть же такой человек. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь, рассчитываю, поэтому я продолжаю ждать. Я знаю, что такой человек существует, поэтому я и жду его прямо сейчас. Если бы я была бы уверена в обратном, я бы не ждала так долго, вообще поменяла бы это задание, показала бы что-то другое уже. Но я набралась терпения и продолжаю ждать и желаю вам удачи. У вас все должно получиться. Если вы уже переставили ту самую спичку, и у вас действительно победное решение получилось, вы соблюдали все эти условия, то вам осталось немножечко. Дело осталось замалым. Чуть-чуть, буквально последний шажочек вам надо совершить на встречу к своей победе. Один телефонный звонок. Вот и все, что, в общем-то, требуется. Ваше решение. Шестерки на две спички переставить на единицу. Нет. Хорошо, шестерки на единицу. Мне интересно просто, что вы получите тогда. Это что, равенство по-вашему? Какое-то странное равенство. С этим даже... Это не равенство. Не равенство, а не равенство. Вот. Вы получили, что, 75 плюс 2, минус 8. А мне кажется, что это очень много. Уж увеличили, так увеличили. Вы левую часть задания слишком сильно, через чур. Как-то все-таки это не та спичка. Мне нравится, что вы, конечно же, поработали с двумя символами, но как-то корявенько, что ли. Не умело, невнимательно. Даже не обратили внимание на то, что у вас левая часть стала такой гигантской. Она теперь в несколько раз больше, чем ответ. Левая часть не должна быть меньше ответа. Она не должна быть больше ответа. Она должна быть равна ответу. Вам нужно получить идеальное уравнение с заданным ответом 20. Кто-то получал уравнение с ответом 10. Ваше решение. Берем спичку и сделаем из восьмерки тройку. Этого надо две спички взять, а не одну. Куда две-то спички? Это уже много. Это уже толпа. Только одна спичка переезжает. Хорошо, из восьмерки вы делаете тройку. Ладно, допустим, две спички куда-то выбросили. Хорошо. Хотя, на самом-то деле, не очень хорошо. Но, допустим, что вы получаете при этом? Вы увеличиваете левую часть задания всего-навсего на 5 единиц. И у вас получается 15 левой части. А должно получиться 20. И зря вы выбросили эти две спички. Зря. Надо одну переставить и получить 20. А не выбрасывай две и получай что-то другое. Правила четкие. Другие строгие и обязательные к выполнению. Нужно соблюдать эти условия, иначе у вас не будет победного решения. А за непобедное решение денег в эфире никто вам вручить не сможет. Я предлагаю 11 тысяч, но за победный вариант. И он в эфире еще не прозвучал. Ошибок было названо много. Неправильных версий здесь звучало с лихвой. Но только непобедный ответ. Он еще пока где-то за пределами программы не называется. Почему-то еще пока никто мне его не сообщил. Но оно есть, это решение, оно существует. Найти его возможно. И я продолжаю ждать того, кто это сделал. Очень, по крайней мере, на это надеюсь и рассчитываю. У меня, конечно же, есть еще и другие задания для вас. Я бы очень хотела, чтобы мы с вами успели к ним перейти. Но у нас все меньше и меньше времени остается. Ваше решение? Надо переставить спичку так, чтобы из двойки получилось 7. Ну, не получит. И в тем желании одной спички, как бы вы ни крутились, не получится из двойки здесь. Хорошо, зато получится 13 с половиной тысяч рублей. За работа, за победное решение, за грамотное, умное победное решение. Да, все правильно. Я сразу же на две с половиной тысячи рублей увеличила сумму вашей награды. Такой вот серьезный шаг навстречу вам сразу же я совершаю. Это просто потому, что мне очень-очень срочно нужен герой в этом задании. Я не знаю, что у нас будет с другими головоломками, которых у нас на самом-то деле очень-очень много в запасе. Успеем ли мы к ним перейти? Времени маловато на самом-то деле. Но это задание нам решить необходимо. Может быть, мы и в самом деле не успеем с другими разобраться, с головоломками. Но эта головоломка должна быть завершена. Тут надо кому-то поставить точку. В конце концов, вы делаете это не бесплатно, не за просто так. Вы делаете это за награду. И в качестве награды предложена немаленькая сумма уже. Посмотрите сами. 13,5 тысяч рублей. Прикиньте, сколько вам надо работать на своей работе, чтобы заработать только день? Ну, день, два, больше неделю. Возможно, сейчас требуется несколько мгновений вам для того, чтобы 13,5 тысяч рублей очутились в вашем кармане. Так что выбирайте вам сейчас, как поступать, что делать, действовать или нет. Мне не важно, кто конкретно в этом задании одержит победу, кто будет здесь героем. Мне важно, чтобы этот герой появился. Чтобы я не стояла, не ждала здесь просто так, зазря. И чтобы здесь тратилась куча времени и бесполезно все было. Мне нужен герой. Я пришла сюда вручать деньги. Я знаю, что человек достойный этой награды. Есть. Но мне нужно пообщаться с вами в эфире. Мне нужно с вами поговорить здесь. Если вы этого не делаете, как тогда иначе-то я смогу вас вознаградить? Пока вы не появитесь в программе, пока вы здесь не окажетесь, я вас не услышу. Я даже не узнаю о том, что вы существуете. Я знаю, что вы есть, но кто вы? И я не знаю, кто вы, откуда или как вас вознаградить. Появляйтесь в программе. Это легко сделать. Один телефонный звонок. Вот и все, что вам нужно сейчас завершить. Певица программы элементарно. Один телефонный звонок. Этого достаточно. Вот он номер шоу. Прямой, короткий. Набрать его просто. 0-8-2-5-8. Кто-то уже набирал этот номер в эфире, появлялся. И два человека уже заработали деньги в эфире сегодня. Правда, в более простых заданиях. Первым, во втором задании, где не было так сложно. Ваше решение. Алло. Да. А тут нужно шестерки на двое попереставить. Что вы тогда получите из двойки? Какую цифру? Вообще, что это за цифра такая странная? Нет, я не могу принять ваш вариант. Мне такие цифры неизвестны. Я, конечно, не претендую на звание математического гения. Но таких цифр нет. В этом я убеждена. Из шестерки вы получаете, да, цифру пять. Но из двойки, из чего нормального у вас не вышло. Сожалею. Надо, видимо, все-таки какую-то другую спичку переставить. Я призываю вас к внимательности. Все-таки у нас все меньше и меньше времени остается. Мы в самом деле задерживаемся уже на этом задании. Уже так сильно мы на нем задержались, что практически у нас не остается времени уже на следующие головоломки. Возможно, мы не успеем с вами к другим заданиям перейти. Но давайте все-таки с этим покончим. Я знаю, было сложно. Я знаю, что головоломка непростая. Я даже не давала вам никаких направляющих. Я по-прежнему надеюсь, что вы справитесь самостоятельно и что я смогу вручить 13,5 тысяч рублей тому человеку, который их достоин. Ждать каких-то явных подсказок от меня, в общем-то, не стоит. Может быть, вы просто ждете эту подсказку, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно. Но это можно очень долго ждать, не дождаться. Ваше решение. Давайте играть здесь сделаем два и нам поменяем. Какой именно знак? У нас их два. Ну, совсем какое-то у вас неточное, не конкретное решение получается. Прошу вас, больше конкретики, больше деталей. Рассказывайте все в подробности. Нужен полноценный ответ. Просто знак меня не устраивает. Когда знаков несколько. Если бы он был один, этот знак, было бы тогда все, конечно, понятно. И я бы не стала придираться. Но в данном случае у нас два знака. Так что вы, вы плюс превращаете в минус или минус-плюс? Это как понимать вообще? Нет, ну, возможно, и в самом деле нужно поработать. Поработать со знаком. Но как-то более грамотно, что ли, поработать надо со знаком. Ну, вот знаете что, друзья мои? У меня для вас не очень, конечно же, радостная новость. Программа заканчивается. Не то, чтобы у нас мало времени было, у нас его почти не остается. Это финал. Мы с вами вышли на финишную прямую. И уже сейчас можно с полной определенности сказать, других заданий не будет. Ваш ответ. Здравствуйте. Здравствуйте. Из нуля одна спичка. Делаем шестерку. Из нуля. Ну, вы уверены, что из нуля вообще надо что-то делать? То есть вы увеличиваете ответ, который, в общем-то, правильный, идеальный. Не слишком маленький, не слишком большой. Трогать его не надо было. Вы его стали увеличивать. Зачем? У вас левая часть задания должна увеличиваться. У вас левая часть должна приравняться к ответу. Мы работаем с левой частью. В ответ мы не лезем. То есть вы удалили правую часть от левой части. Еще больше. Еще больше. Больший разрыв у вас получается между левой и правой частями. Еще большая разница. Ну и зачем? Так. Я прошу всех, кто не знает победного решения, в эфире не появляться. У меня, правда, особо нет времени раскладывать по полочкам все эти ошибки. Давайте больше не будем ошибаться. На этой в самом деле не остается у нас времени. Я бы хотела ближайшие несколько мгновений, а у нас только несколько мгновений в запасе, услышать своего третьего и, по всей видимости, уже последнего победителя. Потому что, как я уже сказала и повторяю снова, других заданий уже нам не видать. Времени нет. Другие задания решать. Нам бы с этим хотя бы расправиться. Нам бы с этим заданием закончить. Так вот, других заданий уже не будет. Это последнее. Соответственно, я в ожидании своего последнего героя. Если вам хочется стать богаче, если есть желание заработать деньги сегодня в эфире, поторопитесь. Для этого у вас остаются всего лишь мгновения. И победное решение должно быть уже найдено. Если его еще нет, искать вас новато. Поскольку те несколько мгновений, которые у нас остаются, это мгновения как раз для ваших действий. Это как раз мгновения для того, чтобы вы старались, появлялись в эфире, были активны. В общем-то, это время для того, чтобы вы набрали 08258 и здесь оказались. А думать уже не актуально. Все, уже должны были подумать, уже должны были что-то понять. Уже какая-то идея должна быть у вас в голове. И поделитесь этой идеей со мной в эфире. Пока есть на это время. А что касается времени, несколько считанных мгновений осталось у нас с вами в резерве. Больше боюсь времени я не могу вам предоставить. Так что торопитесь, спешите. Сейчас максимальная скорость требуется от вас. Нужно быть очень-очень быстрым, целеустремленным и решительным. Кто-то точно с этим заданием разобрался. Да, очень много ошибок звучало в эфире. Да, это сложное задание было, поэтому многие ошиблись. Но кто-то справился. Вы справились? Рассказывайте как. Алло. Алло. Шесть заменить на три. Заменять мы ничего не можем. Это совсем неприменимое понятие к данному заданию. Меня вообще не устраивает подобного рода формулировка. И нигде не сказано, что что-то надо заменить. Вы посмотрите, что написано у вас в условиях задания. Переставьте одну спичку. Не написано же замените какой-то символ. Написано переставьте спичку так, чтобы ответ был равен 20. Поэтому вот заменять вот это ничего не надо. И тому, кто грамотно спичку переставит, я готова вручить 14 тысяч рублей программе. В последних мгновениях шоу. 14 тысяч рублей. Вот каково мое предложение прямо сейчас. Торопитесь воспользоваться этим предложением. Оно еще несколько мгновений будет актуально, будет в силе. Но потом все. Потом уже не будет. Программа к тому времени уже закончится. Я уже сказала вам, что у нас считанные мгновения остались в запасе. Если вы думаете, что все только начинается, это большая ошибка. Все уже заканчивается. И надо поторапливаться. Если есть желание побеждать, если есть желание, вы можете это сделать. 14 тысяч еще тут. Их еще никто не забрал. Были претенденты, конечно же. Они все допускали ошибки. Они все нарушали правила. Сделали все не то, что-то добавляли какие-то новые спички, выбрасывали. Приставляли много спичек, в ответ лезли. Правил не соблюдают пока участники шоу. Или одно какое-то правило выборочно соблюдают. Одно условие. А нужно соблюдать оба. По обоим условиям нужно соответствовать. Их здесь все-таки два. И оба они указаны на вашем экране. Вот все же здесь обозначено. Под заданием есть вот это предложение. Ваш ответ. А давайте спичку с плюса поставим на два. С плюса на два. Нет, ну... Нет, конечно же. С плюса-то можно взять спичку. Можно, в общем-то. Но на два вы ее ставите из двойки. Что вы при этом хотите такое вообще получить? Что вы получаете из двойки? Непонятно. Не цифру. Или какую-то странную перевернутую, какую-то кривую цифру. Нет, это не подходит такая версия. Какая-то подозрительная. Прошу вас больше таких вариантов не называть. Вообще у вас должно быть все уже приготовлено. Вы должны были уже все пересчитать. Подготовиться к появлению в эфире. А у вас пока какие-то догадки. Пытаетесь вы угадать, что ли. Выдумываете что-то. Этого делать, конечно же, не надо. Выдумывать, гадать, что-то изобретать не требуется. Я знаю, что это задание непростое, но я знаю, что его можно решить. Знаю. Я знаю, что кто-то его решил. Так вот, у вас последние несколько мгновений, чтобы об этом своем решении поведать мне. Последние несколько мгновений. Ваше решение. Из восьмерки четверку сделать. Никак не получится сделать из восьмерки четверку. Для этого придется выкинуть из задания целых три спички. И левой части равно, при этом не станет равна ответу. Ну, и зачем вы эти три спички выкинули? К чему все это? Надо переставить одну и получить равенство с ответом 20. Все-таки надо сделать именно так. Понимаете, есть слово «надо». Это если вы хотите заработка, конечно же. Это если вы хотите награды и рассчитываете на эти 14 тысяч рублей, тогда, конечно же, надо. Если не нужны деньги, но я не заставляю никого думать или искать решение, если вам не хочется зарабатывать. Пожалуйста, не хотите как хотите. Значит, заработает кто-то другой. Кто-то другой, значит, будет богаче и положит себе эти 14 тысяч рублей в карман. Но кто же, кто же, пока же неизвестно. Но если вы не появитесь в эфире с этим решением в ближайшие несколько мгновений, боюсь, либо кто-то другой вас опередит, либо я сама назову победное решение. И в этом случае, конечно же, никому не достанутся 14 тысяч рублей. Мне придется эти деньги аннулировать просто. Ну, жалко, жалко. Хорошая сумма, 14 тысяч. Не хочется, чтобы эти деньги сгорали, правда? Лучше бы они достались вам. Лучше уж все-таки вы их заберете, чем вот я их аннулирую. Вы еще пока успеваете это сделать. Вы видите меня пока на экране телевизора. Ваше решение? Давайте сделаем, а двойка восьмерка. Никак. Никак нельзя сделать это одной спичкой. Ну, никак. Я вижу ваше стремление увеличить левую часть задания, но, опять же, этого недостаточно. Все равно остается. 16 только у вас будет в левой части. И две новые спички почему-то вдруг возникли в этом задании. С чего вдруг? Согласно какому правилу? На что вы ориентировались вообще? Что вами двигало, когда вы эти две новые спички добавляли? Вы вообще читаете эти условия? Нет? Все, что сказано на экране. Переставьте одну спичку. По-моему, довольно-таки четко и понятно. Переставьте одну спичку. Зачем добавлять две, когда надо переставить одну? Вот это мне не ясно. Почему такое несовпадение, несоответствие получается? Правила четкие. Правила для всех одинаковые. И я не делаю каких-то уступок никому. Если кто-то нарушает условия, тот ничего не зарабатывает. Так что условия надо соблюдать все-таки. Это важно. Иначе мы так с вами будем долго ковыряться. И ни к чему не придем. Я бы не сказала, что у нас есть время на это, на все. Знаете, что вот-вот шоу-то закончится. Ваш ответ. А давайте попробуем поставить спичку с шестерки на минус. Ну, давайте попробуем шестерки на минус. А что получше-то у нас? Левая часть будет очень большой тогда. Смотрите. 15 плюс 2 – это 17. 17 плюс 8 – это 25. А в ответе 20. Нет. Вы увеличили левую часть, да? Ну, слишком сильно. Так, есть ли еще нормальный, внятный, вразумительный ответ у кого-нибудь? Или я сейчас сама назову победное решение, поскольку мне уже надо практически начинать с вами прощаться? Боюсь, прямой эфир практически закончился. Ваше решение. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я думаю, что нужно единицу изменить на четверку. Ну, не о том вы думаете сейчас. Как вы хотите изменить единицу на четверку, мне интересно, одной спичкой. Для этого явно две спички требуют. Причем откуда-то взяты, непонятно откуда. И почему вы получаете 46 плюс 2 минус 8 в левой части? Зачем вы получаете так много? 40 в левой части, когда она на 20. Теперь у вас левая часть в два раза больше ответа. Это что, равенство по-вашему? Уравнение? Какое-то странное уравнение. Как-то у вас такое впечатление, что у меня какая-то вот одна математика, а у вас другая, своя какая-то особая уникальная математика, которая мне неизвестна. Болеющая математика. Ваше решение называйте. Алло, девушка, здравствуйте. Значит, тут надо взять спичку с восьмерки центральную и поставить на шестерку, чтобы восьмерка получилась. 18 плюс 2 минус 0, это 20. Наконец-то! Молодец! Это то, что я хотела услышать. Вот он, правильный ответ. Представьтесь, как же вас зовут? Александр. Александр, откуда вы? Уссурийска. И к вам отправляется 14 тысяч рублей. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова